Доброго дня или доброго вечера, но смотря когда вы смотрите канал хроническое здоровье, я сегодня предлагаю вам такую тему, как использовать омега-3 кислоты для снижения веса. Ну, если вы когда-то у нас уже были на канале или на сайте, например, Центра Соколинского, то знайте, что я вот эти вот девочкины темы, так называемые, похудение, упругое тело, антицеллюлит и так далее, вообще никогда особо не рассматриваю. Почему? Ну, боялся все, честно, потому что посоветуешь наше средство, а человек ничего не поменяет в своем образе жизни, ну и в общем только скандалишься, потому что эффекта не будет. Ну вот сейчас я посмотрел одно видео на ютюбе, мне показала жена Института Здоровья Марии Волковой, это диетолог, и по всей вероятности у которого есть хорошие результаты. И вот чем больше я смотрел про то, что она рассказывает про омега-3 кислоты и витамины, тем больше я понимал, что фактически рассказывает в этом видео про наш любимый мегаполинол, который мы используем. Причем даже вот в таких деталях, как содержание именно высокое, то есть 35% омега-3 кислот в нашем рыбьем же мегаполинол и стабилизация витамином Е для того, чтобы он не окислялся. Ну и стал читать. Ну а заодно подвернулась такая история, что в общем сам решил немножко похудеть, ну не то чтобы кайтично, в общем все видно, да, что лишних 100 кг у меня нет, но на самом деле на 5 не мешало бы похудеть. Вот я решил попробовать, почему нет. То есть начинаю пить омега-3 кислоты, наш мегаполинол, по 2 капсулы в день. Это получается, если в капсуле 35%, значит грубо говоря по 400 мг в капсуле, то есть 2 капсулы это 800 мг, чистых омега-3 кислот это вполне достаточно. Ну есть такие истории, американцы пьют до 2 грамм омега-3, заметьте, не рыбьевый жир, а омега-3. То есть если вы возьмете более, менее концентрированный, не мегаполинол, а менее качественный, то у вас получится, что можно и пол ведра выпить рыбьевый жир, чтобы получить достаточно, чтобы где-то к грамму приблизиться. Так вот, именно мегаполинола, ссылочка в описании к видео, на сайте вы можете тоже прогуглить, адрес сайта на экране. Так вот, именно мегаполинола, таких омега-3 кислот, нужно 2 капсулы, если мы хотим худеть. Есть еще одна пометочка на полях, если у вас возраст старше 50 лет и есть сосудистые проблемы, то в принципе можно и 3 капсулы. И последнее, что здесь хочу сказать, чисто по технологии, как пьется мегаполинол, это наличие и отсутствие камней в желчном пузыре. Вот это важный момент. То есть если вы решите пойти на форсаж и для красивой фигуры пить больше, то нужно понимать, что все равно это жировое вещество, поэтому хоть там и полиненасыщенные жирные кислоты, но все равно желчегонное какое-то действие присутствует. Поэтому если у вас есть камни в желчном пузыре, то одна капсула, не больше. Если камней нет и при этом есть сосудистые нарушения, и при этом вы хотите побыстрее добиться эффекта снижения веса, тогда можно и 3 капсулы. Средняя золотая, середина 2. Теперь как все это работает? Почему при приеме омега-3 кислот снижается вес? Ну и кстати важный момент, который тоже вот кстати, вот эту мысль очень интересную. Я подчеркнул из того видео Института здоровья Марии Волковой. Мысль о том, что вес-то может как таковой даже не всегда нужно снижать. То есть разговор, как правило, о формах, то есть о размерах. И часто так женщины после нашего курса детокса и говорят, что по весу, ну в общем-то плюс-минус там уменьшилось незначительно. То есть уменьшилось там на пару килограмм вес. А вот по размерам похудело на целый размер. То есть вот это на самом деле значимо. Потому что вес складывается из того, что извините в кишечнике, сколько воды, сколько жира, сколько мышц. Ну кости это вещь постоянно, она не меняется. Почистили кишечник, восстановили микрофлору, хорошо, там как бы завалов нет. Но сколько там? Ну грубо говоря 500 грамм в теории. Ну несущественно, так? Вода. Да, если после курса детокса воды будет в организме меньше. Но вода такая штука. Утром вес один, вечером другой. Почему? Потому что двигается вода. Ничего другого. Понятное дело, что вы не набираете мышцы или не набираете жир в течение дня. То есть когда разница вот эта на веса полкило вечера и утра, это конечно разговор о воде. Поэтому гордиться там особо нечем. Но в общем-то конечно поменьше соли, что-то с мочегонным эффектом и будет вам сброс сушка, так называемый. Да, сброс воды. Ничего к здоровью, никакого отношения это не имеет. Нас интересует именно жирок, который особенно висцеральный жир на животе и на бедрах, например, на ягодицах у женщин. А это именно жиры. Вот поэтому омега-3 кислоты, поскольку они полененасыщенные, то есть они стремятся насытиться. Ну так это как-то выглядит, как фильм ужасов, да? Едят омега-3 кислоты, жиры. Но они стремятся к себе присоединить тяжелый жир и таким образом получается, что они их выводят. Плюс к тому они активизируют обменные процессы. Плюс к тому это противовоспалительные вещества, которые уменьшают уровень простагландинов. И за счет этого уменьшается, при длительном приеме, обратите внимание, при длительном, уменьшается целлюлит. Если вы долго будете пить рыбий жир. Например, мегаполинол пьем с октября по март. Ну вот сейчас, например, декабрь, когда я записываю это видео. Но это не значит, что вы уже опоздали. Конечно, вы начинаете сейчас и пейте прямо до марта. Я обмолвился, что очень много пить не нужно. Какое противопоказание по количеству я имею в виду, по дозировке? Два грамма. Почему не советую, как американцы говорят, пить? Да, эффект будет. Но если вы два грамма чистых омега-3 кислот будете пить, возможно, для кого-то это будет избыточно с точки зрения противодействия тромбообразованию, разжижению крови. Если человек склонен к пониженному свертываемости крови, кровотечениям, то это для него избыточная доза. Поэтому золотая середина все-таки это два. Либо две капсулы мегаполинолы, либо одна. То есть, либо 400 миллиграмм, либо 800. Какие условия? Вот я сейчас начинаю этот эксперимент. Он протекать будет в жестких условиях. То есть, я хочу снизить 3 килограмма своего веса, не меняя очень существенный образ жизни. То есть, я сейчас не имею возможности заниматься активным спортом. Во многом за компьютером. Из физической активности прогулки. Каждый день с собакой. Два раза в день. Но не бегом там, не со скандинавскими палками, и не на лыжах, и не на велосипеде. Да, просто в прогулке. Свежий воздух и движение. Плюс к тому, сейчас у нас рождественский пост. Это придает дополнительную жесткость. То есть, я ем много углеводов, получается. Но единственное, конечно, сильно ограничено, что сахар. То есть, его практически нет. Потом его заменяют только фрукты. И второе, что сильно ограничено, это любимые булочки. Все круассаны, забыто. Только черный хлеб один раз в день, утром. Много овощей, много фруктов. Ну, по понятным причинам, пост, да, я сказал. Значит, мяса нет. Есть только рыба. Вот такие условия. То есть, фактически, мы как раз сейчас имеем уникальную возможность проверить, как будут работать омега-кислоты. Плюс, конечно, я продолжаю пить нутай-детокс. Вы его знаете. Наверняка слышали. Если не слышали, ссылка в описании. И скачайте там, пожалуйста, книжку, буклет про очищение. Там вот про все написано. Подробно. Плюс к тому, ну, естественно, уже сам Бог велел поддерживать печень. Она ускоряет обменные процессы. То есть, это Лайвер. 48. Маргаль. Вот про все это есть книжки, которые вы можете скачать у нас на сайте. Как почувствовать себя лучше она называется. Если вдруг вы где-то в другом месте смотрите это видео, и описание как такового вы не нашли. Ну, на сайте легко найти все книжки. Поэтому, вот такие вводные данные. То есть, нужно снизить вес на 3 килограмма за счет живота. То есть, висцеральный жир. При этом, нет возможности много как-то бегать, скакать. При этом, ем, ну, в принципе, все, что бы хочется с углеводами без, не пытаемся сейчас изобразить белковую диету. Что, конечно, было бы, ну, ясное дело, что вес на 3 килограмма в легкую ушел, если бы я перестал из углеводов. Но у нас как раз пост. Поэтому, смотрим в реальной жизни. Ну, и уровень стресса, скажем так, обычный. То есть, тоже не свалишь все, если получится сейчас снизить вес, не свалишь все на то, что стрессовал, поэтому похудел. Ну, вот, в общем так. Кто со мной, присоединяйтесь. Ссылочки все в описании видео. Сейчас до Нового года еще есть время. Мы с вами вполне можем подготовиться, потому что там затяжной период праздников, а потом он, что называется, не заканчивается уже до, аж до марта. Потому что там будет до 23 февраля, день Святого Валентина, 8 марта. Там потом, глядишь, и Пасха уже приходит. Вот, куличи с Пасхой едим. И так далее. То есть, в общем, непрекращающийся процесс поедания всего вкусного, сладкого и жирного. Поэтому еще есть время. Кто со мной, вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok